Оказывается, стремительный взлет фрешменов в нашей индустрии возможен даже без работающего ТикТока. Причем помочь раскрутиться артистам помогает далеко не самый удобный для этого сервис – Телеграм. Яркий тому пример – Токсис. Артист за какие-то полгода, благодаря своему таланту и кружкам в этом мессенджере, собрал 300 тысяч подписчиков, выпустил множество звездных фитов, сделал немало чартовых хитов и даже дал интервью в писке. Дошло до того, что теперь на его имени хайпит иностранный агент Оксимирон, что как-никак показывает уровень популярности Токсиса. Несмотря на его добрый, жизнерадостный образ, у Андрея хватает конфликтов, которые неизбежно появляются, когда становишься настолько заметной личностью. Сегодня как раз о таких конфликтах мы и поговорим. Что ж, приступим. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку о 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Недавно мы рассказывали, что Майот ушел с лейбла C+, в организацию Random Crew. Появились инсайды, что в скором времени на этот лейбл перейдут все участники Melon Music. Интересно, что Майот не стал первопроходцем. С рандомами уже довольно давно работает Тоучи Будда, а также Рома-163 и Токсис. И что интересно, между двумя последними однажды случилось некоторое напряжение в отношениях. Все дело в том, что Андрей Токсис выбежал перед сценой во время выступления Рома и тем самым отвлек внимание на себя. Это, понятное дело, не могло понравиться 163-ему и случился небольшой конфликт. Думаем, на данный момент все разногласия уже улажены. Иногда артист косвенно участвует в некоторых разборках. Например, недавно произошел неприятный случай с Манерой, которому пришлось удалить с площадок хит, который сделал его известным на всю страну. Мы говорим про хит «Скажи мне кто ты», который превратился еще и в тикток-мем. «Скажи мне кто ты» был удален со стримингов, потому что артисту не удалось договориться с французским продюсером Tourion The Beat, чей бит используется в треке. Но Манера придумал, как выкрутиться из ситуации и обратился к Токсису, чтобы тот просто-напросто напел ему новый инструментал. И получилось довольно интересно. Выражаю большое спасибо Токсису и Кенни Картеру за то, что в свое время на юморе и налегке помогли перебить биточек. Из-за вас, пацаны, я не загонялся. Это не финальная версия трека. История еще не закончена. К сожалению, и все карты раскрыть я не могу. Просто пока отнеситесь с юмором к тому, что Токсис сделал мне бит. Это написал Манера в своем телеграм-канале. Вот таким образом решают вопросы интересные скиллы Андрея. Ребят, всем доброе утро. Настроение turned down for what? Показываю, как делать Дон Корлео тайп бит за одну секунду. Вчера появилась новость, что Токсис и еще одни его оппоненты, а именно ребята из Вайпер, уладили все вопросы и разногласия. Это стало очевидно после появления видео совместного выступления музыкантов. Но конфликт между ними был весьма заметный, ведь там был замешан еще и Платина. Каэнджел и Найн Майс выясняли, кто оригинальный в этой игре, а кто слепо копирует. Делили Эдлибо и обещали не иметь дел с русской индустрией. Вот что произошло сперва. Канал Рутин запостил фото Платина и Токсиса, где в подписи были Эмодзи Змеи и Гэнг. Платина репостнул ее и подписал Гадюка Гэнг, кто не лох. Это относилось к Токсису, у которого даже в профиле соцсетей есть хэштеги Гадюка Гэнг. Наверное, это связано с Янг Тагом, который давным-давно заразил рэп одержимостью к Эмодзи Зеленой Змеей и слову Слайм. Даже аккаунты Токсиса в соцсетях называются Токсис Слайми. Казалось бы, нет и намека на какой-либо биф, но тут к делу подключаются Каэнджел и Найн Майс. У ребят есть объединение Вайпер, а Вайпер переводится как Гадюка. Поэтому Каэнджел сделал репост этого фото и начал ставить многочисленные Эмодзи клоунов. Попутно, кажется, Каэнджел решил посмеяться над Платиной, который часто на фото в кедах Рик Коуэнс, с тем посылом, что это давно не модно. Ну а позже Найн Майс и Каэнджел записали несколько очень эмоциональных кружков. Просто хотим заметить то, что состояние российской индустрии это полный п***с и очень колхозно все. И типа, чуваки, пожалуйста, развивайтесь, это очень плохо, это из-за рубежа очень убидно, пожалуйста. Это очень низкий потолок, это полная х***. Почти все делают полную х***. Вот еще одна цитата, ребят. Мы не понимаем состояние русской индустрии. Гадюка Гэнг у Токсиса это перевод буквальный вайпер, слово, которое с нами связано. А потом ребята записали кружок, в котором уверяли, что они не готовы делать коллаборацию ни с кем, кроме фараона. Токсис ничего не отвечал ни на это послание, ни на предыдущее. Возможно, держал в уме, что у его телеграмма значительно большая аудитория. Либо просто ему это было не нужно. Вот что он, не привлекая особого внимания, написал где-то на дне комментариев в ответ на вопросы подписчиков про вайпер. Цитата, забейте пацаны, когда зафлексил под их трек, всем было по кайфу. Я говорил по приколу, не более того. Роберт Платина также по приколу написал, вообще не зная об их существовании. Поэтому забейте. Это плохо, что я зафлексил под их трек. Больше такого не будет. Отпали навсегда. Что ж, видимо, теперь все спорные вопросы между парнями были улажены. В сети даже начали появляться каверы, сделанные искусственным интеллектом, где голосом Токсиса перепеты треки ребят из Вайпер. Ну и, конечно, нельзя не сказать про небольшую перепалку между Токсисом и Оксимироном. В этом мини-противостоянии, кстати, на сторону Андрея встал другой иностранный агент, Моргенштерн. Он посоветовал Мирону выпить таблеток и перестать хайпить на молодых. А Алишер знает, о чем говорит, ведь только он удостоился полноценного диса на себя от Яновича. Сейчас Мирон активно тизерит трек с не самым цензурным припевом, в котором посылает то ли слушателя, то ли еще кого-то куда подальше. Этот же трек в виде сниппета позавчера появился в телеграмме Оксимирона. Да, Мирон в нехарактерной для себя манере записал кружок, где выстибал Токсиса. Конечно, такого поворота событий никто не ожидал. Да уж, параллели с Токсисом не заметить трудно. Тут тебе и танцы, и даже название Летяга Гэнг, что однозначно отсылает нас к Гадюка Гэнг от Токсиса. Вот только причина, по которой Мирон решил так спародировать Андрея, для многих была неочевидной. На самом же деле все просто. Янович, скорее всего, решил хайпануть на образе популярного Дэнчи Фрешмана, а также завуалированно ответить Токсису на реплику последнего из интервью в Писке. Я считаю, что Мирон неправ. Почему? Потому что слышать какие-то надсмешки над... Ну, по сути, реально, над молодым пацаном, который просто попал в ситуацию, в такую... Ну, от человека, который вообще уехал из своей страны, и сейчас, ну, по сути, ну, как бы он много фигни делает, исключительно, чтобы поднять себе хайп. Мирон, извинись перед Скалей Миланой. Мирон, извинись перед Скалей Миланой. Кстати, реакция Токсиса уже появилась. В своем ТГ-канале он поблагодарил аудиторию за 300к подписчиков, а также сказал спасибо Мирону. Ну и новые кружки в образе Йита не заставили себя долго ждать. Сынок, ну куда тебе вообще до меня? Сначала выкуп из-за дабл-арски, а потом со мной беседу, иди. А на сегодня у нас все. Какие еще бифы Токсиса вы можете вспомнить? Пишите про них в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!